Добрый день, мои дорогие! У меня сосиски баварские, тоненькие. В принципе, они такие, ну, адекватные, приемлемые, так скажем, приемлемые. Делаю сосиску на две части. Далее. Значит, с каждой сосиски делаю надрез. Лучше не на четыре части, а хотя бы на шесть. Хотя бы на шесть. Сосиска во время жарки раскроется, и получится красивый цветочек. Вот так вот подготавливаем все сосисочки. Прорезаем не очень глубоко, нет, примерно, ну, на 0,5, на 0,5 прорезаем. Может быть, 0,7. 0,7, скорее всего, да. И так далее. Значит, у меня лапша домашняя, в вакуумной упаковке. Я не знаю, вот такой производитель продают и пятеркой, и магнит, по крайней мере, продают. Значит, вот такой лапшой будем обматывать наши сосисончики. Значит, лапшу прикрываем, чтобы она не засыхала. Так, и начинаем потихонечку наматывать. Значит, сначала делаем первый круг. Ой. Первый круг. И сразу же фиксируем. Сразу же фиксируем вот эту штучку. Первую, вернее, ниточку. Так, фиксируем. И поехали. Можно, конечно, сделать абсолютно ровный рисунок. Ну, не знаю, не вижу смысла. Прямо, чтобы выравнивать, выравнивать, тратить на это время. Получается вот такая намоточка. И, конечно же, последний краешек мы должны куда-то спрятать. Вот этот хвостик должны куда-то спрятать. Вот сюда, то есть в последний загиб. Ну, поняли, да? Получаются вот такие наши... Так, давайте еще разик. Сама еще учусь. Так, хвостик. Сразу перекидываю, чтобы получился как бы, да, внахлёст. Чтобы фиксация была. Ну, и поехали. Да, и последний хвостик где-нибудь тут вот фиксируем. Лапша, в принципе, довольно-таки она такая плотненькая. Она себя послушно ведет. Все, вот такие заготовочки убираем на поднос и закрываем. Как вы знаете, решила я по второму кругу еще обмотать. Потому что соотношение хлеба и колбасы немножко неравномерно. Получается, колбасы много, а хлеба мало. Поэтому я делаю второй раз намоточку. Точно так же. И приспособилась я кончик подкреплять зубочисткой. Прямо туда вот чик. Получается удобнее. То есть нужно приспособиться, и все пойдет хорошо. Так, ну что ж, получаются вот такие вот у нас сисончики. Закрываем их пленочкой и жарим в день выдачи. Так, ну и жарим такие сосисочки во фритюре. Обычным способом. Жарим до подрумянивания корочки. И все это выкладываем на бумажное полотенце. И все это выкладываем на бумажное полотенце.